и начнем мы сегодня с такой хорошей новости на самом деле всегда приятно становится тепло на душе когда читаешь новости про то как разработчики разных браузеров разных конкурирующих продуктов объединяются между собой ради достижения какой-нибудь благой общей лучшей цели и вот так случилось совсем недавно в очередной раз google samsung microsoft и соответственно mozilla они объединились вместе для создания такой более полной и лучшей документации на портале мазиловском mdn ну наверное он сейчас является самым таким крупным порталом о документации для веб-разработчиков там есть все там есть документация полные 5 туториалы и много чего прочего интересного они недавно обновили дизайн и сейчас все другие крупные такие документации которые были у нас они будут постепенно сливаться в одну документацию на сайт mdn google разработчики с google а с хрома они уже достаточно давно работают над тем чтобы обновлять mdn вместе вместе с firefox уже несколько лет и я думаю что вы замечали когда пользуясь пользуетесь mdn-ом то что все все ссылки и вот эта табличка совместимости браузеров под каждой под каждой фичей она гораздо лучше заполнена для хрома и ну соответственно для freefox а понятно но для хрома чем для остальных браузеров там не говоря сафари уже поэтому хром уже достаточно давно работал над тем чтобы обновить документацию на мдн для своего браузера а с некоторого времени к нему присоединился и microsoft с эджем соответственно с интернет-эксплорером тоже и где-то наверное с начала этого года разработчики из microsoft они обновили порядка 7-8 тысяч страниц на им день и обновили полностью как раз таки эту табличку которую мы видим снизу по совместимости браузером браузеров и насколько я могу судить они провели очень очень такую большую кропотливую работу потому что еще вот как раз таки полгода назад очень много фич было точнее не было этих фич на им день им что касается и джесс что касается интернет-эксплорера то есть там красовалась что-то там лейбло not found теперь все эти таблички по всеми фичами они для последнего и джей интернет-эксплора они соответственно обновлены то есть microsoft здесь делала очень хорошую работу и кроме того mozilla создала такую специальную организацию такую мини организацию может быть неформальную которая называется product 2 из борт и как раз таки в эту организацию в эту в этот борт включены такие основные лица по разработке продуктов от разных компаний допустим от mozilla есть от samsung интернет в 3c google microsoft то есть все такие люди они будут следить за документацией которая располагается на им день они будут валидировать своей стороны со своих там браузеров платформе они будут удостоверяться что она является актуальной и по сей день поэтому вот такая хорошая новость ну и наверное стоит сказать что напомнить о таком сайте devdocs.io который является наверное самым полным самым таким объемным хранилищем документации по многим многими многим платформам и в принципе вот два ресурса такие mdn и devdocs.io они дополняют друг друга и в принципе кроме них вам больше ничего не нужно для того чтобы сориентироваться в документации будь то там html css js какой-нибудь фреймворк и много чего еще этот сайтик работает в офлайн режиме по сути является полноценным офлайн приложением то есть вы можете загружать подключать различные библиотеки и они будут у вас кэшироваться в офлайне очень удобный сайт я думаю что многие не узнают просто не мешал бы напомнить и раз уже заговорили о документации я думаю что тоже знаете такой ресурс безызвестный в 3 schools называется для кого-то он может быть уже стал родимым и он часто мелькает в поиске когда мы ищем какую-нибудь информацию по какой-нибудь там статье по фичи особенно там если мы ищем что-нибудь когда ищем по джекуэре например и этот сайт он такой на самом деле там очень много разной информации но этот сайт ударов это сайт неофициальные и очень много критики было по крайней мере раньше по поводу этого сайта и другие разработчики с того же хрома в свое время уже тоже достаточно давно на ней создали специальный сайт который называется v3fools.com и на этом сайте долгое время хранилась информация о каких-то ошибках о несовместимостях найденных на сайте v3 schools и рекомендовалось отказываться от использования этого сайта может быть так немножко на резко и грубо но в принципе есть потому что на самом деле на v3 schools до сих пор есть много статей много страниц которые не соответствует действительности информация на них не обновлялась и попросту она неправильная поэтому будьте осторожны потому что этот сайт хорошо находится на хороших позициях в поиске в том же гугле и лучше да и лучше конечно просто есть есть два варианта смотреть либо на v3 schools или на mdn конечно лучше это делать на mdn стоит об этом помнить всегда следующая новость тоже не менее хорошая последний оплот пал и сейчас на канаюз мы можем наблюдать что сесс-грид поддерживается всеми современными браузерами видите появился зелененький 16 который вышел не 5 назад наверное это значит что в принципе у нас сейчас нет никаких барьеров для того чтобы потихонечку уже начинать реально переходить на сесс-гриды в интернете сейчас очень много хороших туториалов по сесс-грид можно сказать такой второе пришествие флексбокса потому что флексбокса наверное в течение лет пяти появлялись постоянно новые и новые туториалы и сейчас эту планку начинает перехватывать брать сесс-грид и наверное самые основные такие самые полезные туториалы мы уже с вами обсуждали ну здесь в репозиторию собрал такие на мой взгляд более-менее новые уже обновленные которые появились за это время которое прошло с прошлого нашего метапа по сесс-гридам ну и в принципе и можно посмотреть и старые например недавно появилась на mozilla hacks такая новая полноценная серия статей по моему пока только часть первое наличие свой здесь по введению все сс-грид и знаешь какие по качеству статьи на mozilla hacks по веб-разработке можно сказать что все с этой презентации с этой статьей с этим циклом будет нормально и она на самом деле очень хорошая и красочная как всегда бывает на mozilla hacks еще одна презентация если вы любите больше видео формат тоже будет по ссылке в репозитории тоже относительно недавно появилась вот разработчика в linkedin такого с лучезарной улыбкой она длится полчаса но он очень интересно рассказывает он показывает примеры и очень интересно слушать то есть кому интересен более такой видео формат можете посмотреть пример на видео мы есть также всякие обучалки по сесс-гридам в игровом формате мы уже смотрелись grid garden например есть такой такая полуигра для того чтобы обучить вас азам гридов и еще одна такая такой наверно туториал список статей которые называются но который лежит на отдельном сайте называется лирнтсс grid.com вот ну естественно я привожу еще ссылочку на предыдущий наш devtalks наш метап на 15 неделе когда наташа презентовала свою презентацию по гридам вот если только честно я не помню мы по моему тогда еще не записывали наше видео поэтому осталось к сожалению только на слайдс.ком эта презентация вот ну тоже можете обращаться к наташи лично если у кого-то какие-то вопросы будут вот и собственно конечно как крису койру может тоже обращаться может даже лично в комментариях там он вообще топовые статьи по всем пишет и гриды он тоже вообще просто по полочкам раскладывает изнутри ну хорошо с кими тогда ссылочка я добавлю тоже документацию соберем такие боб более-менее полную информацию поэтому ну вот это что касается с гидов то и сейчас можно использовать и насколько я знаю 16 менеджер он полностью поддерживают современную имплементацию с из гридов 15 тоже поддерживает но относительно с префиксами по моему поддерживать все-таки старую спецификацию которая была до этого вот на счет и я не знаю на канаю спишут что то же самое то есть старая спецификация поддерживается но возможно там будут еще какие-то не раб недоработки и отличия и все-таки это такая спецификация такая фича как с которой ну невозможно сделать полифил на которую там не флисбоксами ничем другим поэтому если вы собираетесь поддерживать все-таки старые браузеры то стоит с этим быть вдвойне осторожным чтобы никак его полноценно не за полифилите вот то что касается гридов и последняя такая полезная статья на сегодня один разработчик провел очень такую комплексную работу и собрал в одном месте все чит-чит которые нашел в принципе по веб-разработки здесь есть как чуть-чуть по вордпрессу такие другие таблички по сессу по дживоскрипту в принципе по вы его по дизайну в то же время и вот он например распределил по кумис эти все чичиты ну и насколько я могу судить там попадаются популярные и те которые я знаю те которые не знаю то есть это такая на самая полноценная сейчас подборка таких заметок про различные технологии про различные библиотеки давайте откроем посмотрим например а нам это все в pdf и есть в веб-варианте но они сослужат очень хорошую службу если нужно что-то там по-быстрому вспомнить потому что в принципе если вам нужно чему-то обучиться они вам особо не помогут а если вы что-то забыли и вам нужно по-быстрому что наверстать посмотреть там допустим какое-то свойство по сессу как она какие параметры принимает или вообще все 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 что угодно почти мы вы видите есть вы можете обратиться к таким табличкам они на самом деле очень очень полезны и и правда большеваты наверное единственный минус знаю по крайней мере хроме нельзя искать по ним потому что это pdf формат я думаю что это небольшая проблема вот и эти таблички реально можно использовать можно даже закладки добавить не до сих пор где-то чуть-чуть по имиту лежит которыми постоянно пользуюсь в принципе эти таблицы они очень такие короче очень много информации в этом то что можете пользоваться ссылка тоже будет репозитория нашим если знаете какие-то еще интересные чуть-чуть и которые не попали в эту подборку я лично не знаю если вы знаете скидывайте тоже мне ссылки я буду добавлять в нашей позитории вот у меня наверное на этом все будут какие-то дополнения вопросы если нет тогда спасибо за внимание и до следующей пятницы